Мы продолжаем, друзья. Дим, а ведущий все-таки не ты, а мы. Когда это было, Димка? Хотим в кадр, хотим в кадр. Кстати, ты хочешь в кадр? Я понял, что я вырос и потолстел. Точнее, я потолстел и вырос. В принципе, камера тебя никогда не полнила. Наоборот. Вот меня камера не полнила, и мой коллега один из другого телеганала говорил, Димка, что, подкачался, что ли? Хотя у меня там бока со всех сторон. Нам бы так, потому что мне камера прибавляет как минимум 6 килограмм, но Сережу она оставляет такой же. И в жизни ты не ходила. Ну, в жизни я как бы 50, а на экране 56. Соскучился по кадру или нет? По кадру не соскучился. Ну, кстати, к вам, когда вы пригласили меня в кадр. Ты был счастлив. Ты даже сегодня и прическу сделала. Ну, приятно, согласен. Приятно. Это, знаете, любой телевизионщик родичек скажет, Если ты хоть раз был в прямом эфире, ты никогда не сможешь забыть это. Так в итоге, вот ты пришел на этот... То есть культура обошвала стороной, да? Жень, интересная тема Дома-2. Да. Дим, ну хватит игрушки наши кидать. Раскидывать. Ладно, вот ты пришел, у тебя есть сутки. Чем ты выделялся? Я выделился. Чем? Чем? Ясно. Вот просто на самом деле, только что проверял профессионализм этих ведущих, я выделился. Я знал, что кроме вопроса, чем, ничего не последует. Так и вышло. Смотрите в удилики. Я сочинил стих. Ну очень оригинальный, Дима. Оригинальный прям. На самом деле, мой соперник был стихоплетом, и он тоже начал сочинять стихи. Он говорит, я сочиню стих. Это поляна, что там... Я понимаю, что если он сочиняет стих, а я тут тоже могу стихи. Я думаю, что я сделал? Я сочиню песню. Это было все, что могло прийти мне на ум. Оказывается, это вот эта презентация из себя с проекта 3 года назад ушло. И в тот момент, когда я пришел, нам редактор говорит, сегодня мы возобновляем презентацию из себя, вы должны себя презентовать. Я не знаю, почему так решили, но именно в этот день... И Кузин Женя, он там живет уже седьмой год, жил на этом проекте. Седьмой год? Седьмой год на проекте. Семь лет жизни потерять на проекте. Хорошо. Вот сейчас, кстати, никто и знать никак забыл. Ушел, забыли. Ну, Бузова потерял и стал звездой. И что? Дальше. И все, я понимаю, надо песню спеть. Придумал песню на мотив. Тоже самое, написал стих, просто исполнил ее. Такой, собираются в серии участники телепроекта «Дом-2». Первый мальчик выходит. А, нет, первый выходит Дима, я выхожу. Кузин Женя говорит, ну вот Дмитрий Шелк нам пригодил какой-то подарок. Я начинаю петь песню. Я, знаешь, я как психолог прочувствовал, кого в коллективе не любят девочек. Так песня была с фекалиями? С фекалиями. Кого не любят и кого любят. Я просто почувствовал, кого проект не принимает. И я начинал их травить в песни. И все такие, о, супер, понимаешь, класс. Это тоже чуть-чуть вот прочувствовать мелочь на самом деле. Они тебя потом не прибили? Нет, вот именно что девочки сидели такие, смеялись, а участники меня поддержали. И когда выходил читать Вася, я такие, давай, Вася, у тебя есть еще 3 минуты, чтобы прочитать свой стих. Кузин говорит, тем более, что это последние 3 минуты твои на проекте. Я понял, что все за меня. И когда Вася, мой соперник, начинает читать стих, девочки начинают бросать в него яйца, а пацаны закидывают снегом с лопат. Почему так жестоко? Я так понимал, что это может быть со мной, а я там везде растребил. Ну ладно, самый главный вопрос. Дим, это реалити-шоу или это постанова все? Это сценарий. Нет, никакого сценария. Самый популярный задаваемый вопрос. Дима, на дыме два сценария, да? Нет там сценариев никаких. Там есть главные редактора, у которых смены, которые говорят тебе. Дима, а, громкая связь, ты сидишь в обычном доме, ужинаешь, завтракаешь, обедаешь, общаешься. Дима, зайди в редакторскую. Заходишь в редакторскую. Только что во втором этаже Вася сказал, что ты какашка. Нужно отреагировать? Я такой, ну мне как-то пофиг вообще. Дима, нужно отреагировать. Ну ясно, короче, там вершат судьбы редактора, да? Вершат судьбы, громковатое слово. Наверное, вносит свою лепту. Если бы не было редакторов, ну, не было бы рейтингов. Хорошо, почему там люди сидят? Потому что платят деньги. Ой. Ну, наверное, я это сказал уже, да? Да, ты уже это сказал. Сколько это будет? Платят деньги. Платят деньги. Наверное, к чекам скромно, тем, кто долго сидит много. Я в интернете прочитал. Ольга Васильевна, знаете такую? Мама Габозова. Она получила почти 20 миллионов рублей за несколько месяцев на проект. Потому что она делала рейтинги. Вокруг нее три месяца шоу вертелось. Сколько она получила? 20 миллионов рублей. Жень, на пять умножай быстрее. Не понимаешь. 100 миллионов. Суть в другом. Три месяца каждый день я смотрел Дон 2, потому что она была постоянно самым доходительным всех конфликтов из-за этого. А если ты новичок, который три месяца держишься, и ты не приносишь дохода проекта, тебя выклюнут, конечно, в ближайшем влоге. А я знаю, что Амузон смотрит только за лучшие клипы. За лучшие видеоклипы, которые ставит директор по музыкальной политике Дмитрий Шок. Ну и Сережка ставил. Поехали. Ага. Ага, да.